и сделать из него подвеску. То есть он такой вот. И форма его не такая достаточно... Она может прикасаться рукой ювелира. Да, да. То есть она опошлит. Дырочку видим. Это природа. Это в принципе даже может быть какой-то антиеврейский саморода, потому что все ювелиры, обычные евреи. Здесь вот он такой достаточно... Природа, она выразила свой антисемитизм. Ну, я бы сказал даже такой немножко... антисемит. Сувородок антисемит. Я бы назвал его на самом деле... Я бы назвал его девственницей. Ну, тоже есть что-то женщины. Девственница антисемит. Ну, небольшая дырочка. Вот так, дальше. Так, это у нас фишка. Это рыба. Волшебная рыба. Вот, даже какая-то смеющаяся отчасти. Да, но вот она какая-то такая... Настолько тоже идеальная совершенно, что для подвески вот кто-то один считает, что она... Это лучше... Это мангфиш. Мангфиш? Или барракуда. А, да-да-да-да-да. Барракудфиш, да, барракудфиш. Да, барракудфиш. Какая барракуда? Ну, вот, смотри, смотри, морда, морда. Вот глаз. Ну, да. Вот, видишь, барракуда действительно офигенно. Вот, барракуда, вот, видно, вот, видно, видно, вот, видишь. Это грязная тарелка и нож. Вот это еще один самый лучший самородок для подвески, потому что тоже природа на него предосмотрела вот такой вот кончик, мягко говоря, как бы, это даже не конец, а кончик. И вот он такой вот, из-за него можно, как бы, вот такую удавочку пускать. И вот потом он тоже достаточно такой тяжелый, он грамм около 10, наверное. Хороший самородочек. И вот очень такой, в общем, приятный для ношения. Так, дальше пошли. Сосиска, Антон говорит, змея, она вообще ни к чему. Это просто покажи и выброси, выброси. Снэйк, 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 стату.